Это перезагрузка на ТНТ. Шоу, в котором есть все. Слезы, радость, настоящие чувства, красота и, конечно же, любовь. Тут такое творится! Это просто потрясающе. Каждую неделю новое преображение и новая жизнь. Смотри прямо сейчас. Я не знаю, как жить дальше. Еще. Я вас ненавижу. Скажи мне, Лин, мне не нравится этот лук, хочу другой. В экстренных ситуациях надо бить в морду. Таня, это проверка для каждого из нас. Лин, ну что ж ты не раскрыла человека? Она же все просекла. Порвем. Всех порвем. Ого! Я думаю, что-то сейчас произойдет такое. Дай телефон сюда. Я хочу максималочки. Помогите! Раздевайся, давай. Тут с тобой стесняемся. Давай, давай. Как изменится жизнь нашей героини, смотрите прямо сейчас. Меня зовут Татьяна Ермушкина, мне 33 года. Я из города Рузаевка, республики Мордовия. Таня, добро пожаловать к нам в клуб. Ну, начнем с того, что я работаю проводником пассажирских вагонов. Ездить на поезде – это здорово, это круто. Ну, во-первых, это романтика стук колеса. Ну, разные пассажиры, разные люди. Проводником в поезде Таня мечтала стать с самого детства. Это было ей просто необходимо. Я в бедной семье росла. Мои родители никуда меня не возили никогда. И мне хотелось, чтобы хотя бы таким образом видеть города, видеть море, в которое меня родители никогда не возили. Наверное, по этой причине меня потянуло работать проводником. Что же произошло в жизни Тани, что ей срочно понадобилась перезагрузка? Очень люблю свою работу, но очень хотела работать на поезде с АПСА, но мне отказали. Наверное, причина в том, что я плохо выгляжу. Я деревенщина. Как давно это произошло? Когда тебе отказали? Ну, как только запускался скоростной поезд, не отказали. Ну, это же много лет назад уже было. Ну, я после этого много раз ходила в отдел кадров, и меня отказывали. Вы на мне подходите. Хорошо, а ты выяснила свод правил или критериев, по которым отбирают проводников на этот поезд? Такой деревенщине, как я, не место в этом поезде. Что ты сделала для того, чтобы подойти под критерии... Подойти под критерии... Это немножечко другая история. Нет, это вообще не другая история. Подойти под критерии проводников поезда САПСА. Ты узнала, выясняла, что именно, какие критерии должны быть? Ну, а как же? Если человек зацикливается на чем-то одном, это называется одержимость. Возникает одержимое желание. Если у меня будет вот что-то конкретное, то тогда я буду счастлив. На самом деле, это, конечно же, не так. Но пока у тебя есть эта одержимость, ты не можешь думать совершенно ни о чем. Это может быть все, что угодно. Машина, дом, дача, грудь. Это может быть САПСАН, да, как в случае с Таней. И это прекрасное желание само по себе. Если ты что-то делаешь к тому, чтобы оказаться там. Ну, а ты так же, как сейчас, вот приходила, вот такая робкая, стеснительная, такая еле говорящая? Ну, что-то в этом роде. Потому что я в себе не уверена, наверное, в этом причинах. Танюш, а почему именно этот поезд тебе так интересен? Ну, сам статус. Там ездят звезды. Мне хотелось бы звезды почаще вживую видеть. А для чего? Так. Ну, брать автограф. А какие девушки работают вот на САПСАН? Вот насколько ты знаешь. Ну, они все высокие, они все ухоженные. А ухоженная девушка-то какая? С красивым макияжем, с красивой прической. А я не умею делать ни красивый макияж, ни красивую прическу. Вот тебе, Ксюша, нравится прическа сейчас? Да. А твоя прическа тебе нравится? Нет. Вот есть у тебя какой-то кумир, у которого вот такая челка? Нет никого. А зачем ты тогда делаешь челку, которой нет? Юра, я тебе объясню. Я такую, это слова многих девушек, я такую челку делаю еще когда в седьмом классе была. Да? И просто по инерции она делается. Я как с детства ее состригла. Расскажи про свой образ жизни. Где ты живешь, с кем ты живешь, как ты живешь? Я живу с мужем, с ребенком. Ну, с мужем у нас на данный момент очень сложные отношения. И все из-за ребенка. Я на кастинге это не смогла рассказать. Ну, только с ребенком тоже все непросто. Что случилось? У нас на данный момент диагноз ЗПР. Но все идет к тому, что нам поставят аутизм. Я вообще не знаю, как, я не знаю, как жить дальше. Я никто, и звать меня никак. Я ничего в жизни не добилась. На Таню разом свалилось все. И справиться с таким стрессом она сама не в состоянии. Что вы хотите от нас? Я в себе не уверена. Я хочу стать уверенной в себе. Они всегда говорят, у тебя нет вкуса, ты не умеешь одеваться. Это кто говорит? Твой муж? Нет, муж как раз сказал, что любит меня такой, какая я есть. Так, а кто это говорит? Ну, моя тетя, двоюродная сестра. Ну, они считают, что я неухоженная, что я не умею одеваться, не умею краситься. Волосы у меня всегда непонятно, как собранные. Если какая-то двоюродная тетя приехала один раз с Фуфыриной и рассказала, что это тебе деревенщина, мне кажется, эту тетю просто не стоит больше приглашать в гости. И говорили мужчины, с которыми я дома уже пыталась завязать отношения, они меня стыдились. Таня привыкла держать все в себе. Довериться людям ей очень сложно. Из-за постоянных унижений она боится всех вокруг. Мною никогда никто не восхищался. Мне говорят, мне тебя стыдно друзьям показать. Для нее очень сложно было говорить, для нее очень сложно было рассказать о том, для чего она сюда пришла, потому что она встретилась с теми людьми, которых она видела до этого по телевизору. И особенно таким человеком является Ксения Бородина, которая является для Тани не просто кумиром, но еще образцом для подражания. Вы сами, наверное, видите, что я двух слов связать не могу, потому что я понимаю, что так и есть. Все девки, которые были за тебя, все так же рассказали, как и ты сейчас. Понятно, что успокойся. Я прекрасно понимаю, почему меня на Сапсан не взяли. Я мало того, внешне плохо выгляжу, я двух слов связать не могу. Когда я убедился, что это очень закрытый человек, который в большей степени ориентируется на оценки других людей, я понял, что это то, с чем мы будем работать прежде всего на проекте. Когда кто-то говорит, что ты деревенщина, все равно, чтобы подойти и наступить на ногу. Вот если бы я подошел, сейчас и наступил, наверное, вы бы сказали, что мне больно. Правда? Да. Ну, то же самое, если вам кто-то говорит подобное. Вы можете совершенно спокойно сказать, что вам это не нравится. И вы можете... И, по крайней мере, не подставлять эту ногу в следующий раз, чтобы наступили. Ты хочешь подходить к зеркалу и видеть статусную, красивую, интересную девушку. Я правильно понимаю? Да. Я хочу, чтобы мной восхищались люди. Юра с тобой поработает и расскажет, как правильно краситься. Женя тебе сделает новую прическу. Самое главное, кто с тобой пообщается, это Владимир. Вот сейчас ты зашла к нам в помещение, представь, ты села, ты должна сказать, я Таня, я участница перезагрузки. Я Таня, я участница перезагрузки. Видишь, как четко это сказала. Молодец, добро пожаловать. Я приехала в Москву и хочу перезагрузиться и хочу всем показать, что на самом деле, что не такая уж я и деревенщина, что я могу быть и модной, и стильной, и красивой. Я думаю, у меня это получится. Я вас ненавижу! Еще. Она меня за уши дергала, она могла меня за волосы дернуть. Ужас. Мне хотелось плюнуть ей в лицо. Это же подсудное дело. Порвем. Всех порвем. Я хочу максималочки. Раздевайся, давай. Такое чувство, что я иду, и у меня на лбу написано, и что я добрая, и всем могу помочь. Вытирайте все об меня ноги и пользуйтесь. Это новая ты, это новая ты, закрути. Очень люблю свою работу, но очень хотела работать на поезде с Апсаном. Мне отказали. Наверное, причина в том, что я плохо выгляжу. Я деревенщина. Это очень закрытый человек, который в большей степени ориентируется на оценки других людей. Я понял, что это то, с чем мы будем работать. На следующий день Тане предстояло встретиться с психологом и признаться в том, о чем она не смогла рассказать во время знакомства с экспертами. Владимир Дашевский. Семейный психотерапевт с 20-летним стажем и кандидат психологических наук. Благодаря его опыту и знаниям каждый сможет вновь обрести гармонию и любовь к себе и стать счастливой. Татьяна, добрый день. Добрый день. Ну что ж, расскажите, пожалуйста, как вы после вчерашней нашей встречи? Ну, вот я считаю, что то, что сейчас происходит в моей жизни, я считаю, что в этом виновата моя учительница, которая учила меня с первого по четвертый класс. Это вдруг вам внезапно пришло вот это осознание? Ну, если честно, я уже давно об этом задумывалась, но так получилось, что я, к сожалению, не очень хорошо училась в школе. Она меня не взлюбила за этого. Все время унижала меня при всех. Она убила во мне личность. Поэтому я, наверное, в себе не уверена. Что она такого делала, что вот так было для вас травматично? Она меня при всех одноклассников унижала. Она меня за уши дергала. Она могла меня за волосы дернуть. Ужас. Это же подсудное дело. Она мне всегда говорила, ты вырастишь, что будешь либо уборщицей, либо дворником. Больше ничего из тебе не получится. Она живет с этим ощущением всю свою жизнь, то, что она по какой-то причине она недостойна успеха. Она недостойна быть на том месте, где ей хочется быть. Недостойна быть самой. В школе одноклассники издевались. Они смеялись надо мной. Когда я выходила к доске отмечать, они... Они смеялись надо мной. Всегда. То есть вы были таким козлом отпущения? Ну, что-то в этом роде. Да я же не виновата, что я такого родилась. Точно так же, как мой ребенок не виноват, что он родился аутистом. Вы как раз те люди, которым можете его воспитать. Потому что вы знаете, каково это быть непохожим на других. Вы знаете, каково это подвергаться травле. Таня особенный человек, и Таня нуждается в особенном отношении людей вокруг. Таня – это проверка для каждого из нас, насколько мы толерантны, насколько мы способны быть чувствительными, и насколько мы способны принимать вот таких людей рядом. Вы знаете, у меня сейчас есть очень такое фантастическое предложение. Давайте представим себе, что есть какой-то герой, защитник, который может вас защитить. Кто бы это мог быть, например, из героев фильмов, например? Леонардо Ди Каприо. Леонардо Ди Каприо. Хорошо. А в какой вот своей роли Леонардо Ди Каприо вот этот мог бы вас защитить? Как он защитил розу в «Титанике»? Как звали тогда этого героя? Джек. Я предлагаю вам представить себе сейчас такую историю. Вы находитесь в своей школе за пять минут до того, как ваша учительница, как ее звали? Екатерина Васильевна. Екатерина Васильевна. До того, как она сделала что-то ужасное. И когда вот-вот время подходит к этому событию, вот я прошу, чтобы вы закрыли глаза и представили себе это. Вдруг появляется Джек. Что бы он говорил? Что бы он сделал? Что бы он сказал Екатерине Васильевне? Он бы меня просто взял за руку и увел бы. Вот, например, с вашей тетей. Она говорит вам деревенщина или деревня. И тут появляется Джек. И что он делает? Он берет меня в магазин и одевает так, как считает нужным. Красиво. Со вкусом. А что он говорит тете? Я все исправлю. Она будет выглядеть как леди. Часто бывает так, когда обид много и когда они накопились. Когда они тянутся из прошлого, когда они тянутся из детства. И бывает так, что их настолько много, что они буквально переполняют человека. Они наводняют его. Что вы сейчас чувствуете? Мне хотелось бы увидеть свою учительницу и блюнуть ей в лицо. Очень важно их высказать для того, чтобы избавиться от обиды. Скажите, что вы чувствуете по отношению к ней? Туда смотрите только. Екатерина Васильевна, я вас ненавижу. Ну, вы знаете, Екатерина Васильевна, я вас ненавижу. Вот вы так сказали. Скажите, вот, ну... Я вас ненавижу. Еще. Я вас ненавижу. Теперь то же самое скажите своим одноклассникам. Я вас ненавижу. Я вас ненавижу. Что бы вы хотели сказать своей тете? Своей тете я благодарна. Скажите. Несмотря ни на что. Тете Катя, спасибо вам за все. Мы это делаем для того, чтобы, говоря в сторону камеры, Таня могла бы представить себе этого человека, которого здесь нет. и если вы те люди, которые причиняли Тане боль, смотрите это видео, поймите, пожалуйста, эти слова предназначаются не для ваших ушей. Они сделаны специально для того, чтобы Таня могла избавиться от своей обиды. Что вы испытываете Ксюше Бородиной, скажите? Восхищение. Скажите, пожалуйста. Ксюша, я от тобой восхищаюсь. Ты классная, ты красивая. Ты так стильно одеваешься. Хочу быть похожей на тебя. Скажите, пожалуйста, что вы испытываете по отношению к своему мужу? Сережа, я тебя люблю и уважаю. А еще что? Спасибо тебе за то, что ты полюбил меня такой, какая я и есть. Тебе было все равно, как я выгляжу, как я одеваюсь. Как вы себя сейчас чувствуете после того, как вы высказали все то, что накопилось у вас за долгие-долгие годы? Мне стало легче. Мне очень важно, чтобы на этом пути вы бы совершенно четко понимали то, что с вами происходит. Как вот сейчас, например, вы высказывали свои чувства. Ага. Да, ничего страшного. Я так понимаю, что у нас сейчас перестановка происходит. И мы продолжаем. Ну, это метафора того, что с ней происходит в жизни, что делают другие люди. Когда они оскорбляют ее, когда они сравнивают ее с деревенщиной или с кем бы то ни было еще. и, конечно же, в этих случаях нужно защищать себя. Нам бы очень хотелось в рамках этого эксперимента помочь. Тане сказать нет. К сожалению, это не произошло. Зачем вы держите этот горшок? Вы выбирали держать его? Нет. Вы можете избавиться от этого прямо сейчас. Ну и как вам? Легче. И вы совершенно не обязаны терпеть, когда кто-то дает вам мяч или что-то еще. Что бы сделал Джек, если бы он был бы здесь, в этой студии? Он бы выкинул бы все это. Мне очень хочется, чтобы вы запомнили этот опыт. Когда вы избавляетесь от ненужного, от того, что вам мешает. Невысказанное нет, невысказанные чувства, невысказанная злость и агрессия, она становится направлена либо против себя самого, либо против своих близких. Когда мы приходим домой и все то, что мы не сказали начальнику, говорим своим детям, потому что чаще всего вот эта злость направлена на более слабых. Поскольку человек это социальное животное, и если условно какой-нибудь там альфа-самец рычит на бета, бета потом эту агрессию спускает ногам и так далее. И если вдруг на тебя вот звучит рык, если ты не можешь ответить, то, по крайней мере, ну, значит, это не твой прайд. Прежде чем перейти к психологическому эксперименту, Владимир Дашевский подготовил специальное задание для Тани, которое ее ждало на подборе нового гардероба. Я колхозница, я ужасная, я, не знаю, деревенщина. Как она там еще? Мне даже язык не поворачивается это повторять. Дорогие девочки, не смейте говорить про себя такие гадости. Все материально. Если вы подходите к зеркалу и говорите себе, какая я страшная, какая я толстая, какая я некрасивая, чего вы ждете? Вы так и будете выглядеть. Лина Дембикова селебрити-стилист проекта. Отучившись Милане и Лондоне, она открыла свою студию красоты и создавала образы многим звездам. Среди них Лиса Нутяшева, Настя Задорожная, Надежда Сысоева и другие. Впереди будет гардероб и мне хотелось бы что-то классическое и немного быть женщиной вамп. Такая вся яркая, дерзкая такая. Я считаю, необходимо подарить ей уверенность. Самое главное, так как, не знаю, я хочу выступать на сцене и при этом я робкая, застенчивая, не могу проронить ни слова при других. Боюсь, что ты это не про себя говоришь. Да, это вообще не про себя. Девушкам, которые априори застенчивы, нужно дать какой-то инструмент, чтобы они хотя бы первое впечатление, знаешь... Пример, какой стиль в одежде должен быть? Ну, например, вот как ты в сафари. Сафари и, например, рокерский стиль. Априори надеваешь и ты уже такая, типа, вау, я уверена. Как одеться в стиле сафари? Это какие вещи? Это смотри, это оттенки беш, кремовый, зеленый, хаки. Вот все такие оттенки очень принты должны присутствовать. Принты должны присутствовать. Они могут присутствовать. Сафари – это стиль одежды, который сформировался на основе экипировки охотников и прочно вошел в ранг летней классики одежды для городских джунглей. Берите пример, как одеваться в этом стиле с российских и зарубежных звезд. Веры Брежневой, Натальи Водяновой, Лены Перминовой, Ким Кардашьян и Николь Кидман. Для Тани был подобран комплект из футболки темно-зеленого цвета, светлых брюк и аксессуаров. Все в стиле сафари. О, мне нравится. Нравится? Да, очень. Она выходит классная, фигуристая, хорошенькая и вуаля, классный лук. Что нравится? Ну, я такая высокая, стройная. Круглуки я уже давно не ношу, поэтому мне как бы уже немного непривычно на каблуках было идти, но я зато почувствовала себя такой, ну, королевой, скажем так. Не хватает мне все-таки дерзости в этом образе, Лин. Что-то ты себя... Что-то Таня так как-то попала. Может, что-то поменяем, нет? Таня совершенно не может сказать слово «нет». Она совершенно не может именно постоять за себя. Она даже перед собой постоять за себя не может. Я решила попробовать. Ну, проверим, есть у нее чувство вкуса или нет. Ну, давай, ты вот сейчас, давай, я тебе что-нибудь, да, все-таки более такое звездное, что ли, как-то вот, чтобы вау. Давай вот такие босоножки. Ого! Давай что-нибудь, ну, все-таки как-то впечатлим людей, да, что-то вот такое блестящее. Попробуем. То есть ты сейчас раздевайся, давай, да? Да, давай, да, давай. Ага, то есть раздевайся, давай. Ну, прям снимай здесь. Мы сейчас выключим камеры, давай, давай. Сумку ставь, прям раздевайся. Сейчас будем переодеваться с тобой, давай. Давай, прямо здесь, что? Тут с тобой стесняемся. Давай, давай. Танюх, да забей, давай посмотрим хотя бы. Тебе нравится, да? Классно смотрятся босоножки. Модно? Красиво. Красиво, да? Ну. А топ? Будете? Давай, Тань, иди, давай, снимай топ. Отверните, мальчики. Так, снимай топ. Давай, мы что же мы тут там теряемся? Раз уж мы с тобой модные, ты там хоть в лифчики, в лифчики давай снимай. Никто тебя не видит, класс. Я ей, значит, даю этот совершенно неподходящий, ужасный, пошляцкий топ. Пошляцкие эти туфли. Ну, честно, кровь из глаз, по-другому сказать нельзя. Ну и что там, Тань? Как красиво? Ну, это по... По мне, это пошло. Нехорошо? Да. Мне нравится? Отказываемся от этого лука. Да. Наш все просекла. Все у нее нормально с чувством вкуса. Просто ей нужно научиться говорить слово «нет», говорить себе слово «да» и идти вперед с гордо поднятой головой. Давай, Тань, возвращай. Скажи мне, Лин, мне не нравится этот лук, хочу другой. Это плохо. Классный лук. Это пошло. Это пошло. Мне такое не подходит, мне больше нравилось то, что было до этого. Мне это не нравится, это пошло. Это плохо. Это плохо. Хочу другой. Хочу другой. Зачем ты разрешила Лине себя переодеть, если тебе это изначально не нравилось? Зачем? Должна была сказать, нет, Лин, я такой не ношу, это пошло, это не подходит мне по моему образу. Почему ты не отказала? Ну, мне просто интересно было померить. Мне кажется, как минимум, хорошо, что она смогла выбрать и понять, что ей нравится, а что нет. Таня, молодец, но в следующий раз не бойся говорить нет, если тебе сразу не нравится. Договорились? Хорошо. Давай еще еще. Таня, такое бы платье понравилось тебе? Нравится такое тебе? Или тоже бы пошло посчитала? Нет, это нравится. А такое? Танюш, такое и нет. Да слава богу, мы выучили слово нет. А это твое, да прям? Это мое. Лин, ну что ж ты не раскрыла человека? Смотри, у тебя есть чувство вкуса. Ты сразу увидела, какой образ стильный, а какой нет. Учись, смотри, повторяй. Тане необходим образ уверенной в себе женщины. Второй лук – это новый взгляд на привычную классику в виде белой рубашки и юбки-карандаш. Такой образ поможет пройти абсолютно любое собеседование. Во втором образе я решила пойти прямо-таки на крайность. Ну покажем Тане, что она может быть настоящей светской девушкой. Вау, фантастика! Она выглядит просто куколкой. А она нам еще что-то говорила. Пришло время психологического эксперимента, который поможет Тане решить все свои внутренние проблемы и побороть страхи. Как у вас настроение? Нормальное. Что происходило в течение этих дней? Как вспомнила что-то плохое из своего детства и начинаю плакать. Все дело в том, что в то время вы подвергались по сути дела травле, то, что называют сейчас словом буллинг. Это послужило вот такой развитию таких особенностей в вас, когда вы теперь боитесь людей. и поэтому мы сегодня подготовили для вас специальный эксперимент. Я думаю, что-то сейчас произойдет такое. Любой непонятной ситуации надо бежать, а в экстренных ситуациях надо бить в морду. Ты нарушила мое задание. Нет, значит, нет. Я, конечно, был потрясен. Да пошли они все. Я не знаю, как жить дальше. Я никто, и звать меня никак. Я ничего в жизни не добилась. То есть вы были таким козлом отпущения? Я же не виновата, что я такого родилась. Таня особенный человек, и Таня нуждается в особенном отношении. Мы сегодня подготовили для вас специальный эксперимент, в котором вам нужно будет очень много общаться. Вы видели, может быть, фильм «Всегда говори да». Там Джим Керри еще играет главной роли. Помните такой? Нет, я не смотрела. Я попрошу вас сегодня тоже говорить «да», что бы с вами ни происходило, но я буду рядом. У вас будет специальный наушник и микрофон. Если вам понадобится моя помощь, вы можете просто сказать об этом, и я буду рядом, и я буду вам подсказывать, что бы ни произошло. Порвем. Всех порвем. Отлично. Молодец, Танюша. Так держать? Я шла по улице, ко мне подошел молодой человек. Девушки, извините, а у вас зажигалки не будет? Я не курю. Помочь можете? Мне показалось, что у него доброе лицо, и что он ничего плохого сделать не может, и что ему срочно понадобилось. я шла, спрашивала у съемочной группы, у вас зажигалки не будет? Извините, у вас зажигалки не будет? Нет. Спасибо. Спасибо огромное. Я рада была помочь, поскольку это было несложно. Мне показалось, что ему так срочно это надо, что мне захотелось ему помочь. Молодец. Отлично. Девушка, у меня к вам большая просьба. Сейчас я разговаривал со своей девушкой, сел резко телефон. Владимир, что мне делать? При встрече каждого нового незнакомца ей приходилось принимать решения, касающиеся ее непосредственно. И это было действительно не очень легко. Как бы вы поступили, если бы без меня были? Я бы набрала номер со своего телефона и держала бы телефон, а молодой человек не говорил. Можно так, да. Давайте так сделаем. Пожалуйста, сделайте так, как считаете нужным. Диктуйте номер. 9-6-4. Какое бы решение это ни было, важно, что она это сделала сама. Дальше. 7-8-6. Я рада, что помогла молодому человеку. Может, он предложение собирался девушке делать, а там телефон у него сел. Девушка, извините, пожалуйста, у меня тут ЧП случилось. Ехала, и бензин закончился, машина заглохла. Можно у вас тысяч попросить. Мне важно было, чтобы в процессе этого эксперимента она научилась говорить «нет». Я вспоминаю, как я сидела у психолога, когда каждый проходит, кто мяч мне положит, кто горшок какими-то цветами, то свечки какие-то. Ну, я не могла сказать «нет», а сейчас я смело могу сказать «нет», я смогу просто выкинуть все это. у меня нет денег с собой, к сожалению. Ну, на карту, если возможно, просто, ну, мне никак даже не уехать до дома. Для меня это немалые деньги, да сколько бы я ни зарабатывала, это мои деньги, это я их заработала, я не обязана каждому первому встречному отдавать деньги. Я не дам ей ни копейки. Мне очень жаль, но я ничем не могу помочь. Ну как? Как ощущения? Ты сказала «нет». Послала прекрасную красивую девушку. Как себя чувствуешь? Я считаю, что я сделала правильно. Но ты же нарушила мое задание, я же тебя просил говорить «да», а ты сказала «нет». Ну, в этой ситуации я просто не могла сказать «да». Правильно, молодец, именно так. Ты моя героиня. Я думаю, что-то сейчас произойдет такое. Извините, пожалуйста. У меня, в общем-то, глупо стремалось, мне нужно до входа дойти быстро. Можете мне дать свою обувь? Такое чувство, что я иду, и у меня на лбу написано, что я добрая и всем могу помочь. Вытирайте все об меня ноги и пользуйтесь. Вот, можете вот сесть на лавочку, я быстро туда и обратно схожу. Владимир, что мне делать? Мне хочется помочь. Мне ее было жалко. Тут вообще вот идти, вот буквально. Может быть, она у тебя трусы сейчас попросит еще. Танюш, трусы дашь свои поносить? Нет. Ну, вот у тебя есть ответ, значит. В конце концов, я уже один раз сказала нет, значит нет. Ты просто молодой человек, он вообще просто не ориентируется. Девушка, я не могу, потому что я брезгую. Это мои туфли, это моя гигиена, и я никому не обязана их давать. Мне кажется, что я иду, я уже ничего может не предупредить, выстоять, и я могу за себя постоять. Девушка, телефон давайте сюда. Давайте сюда. Нет. Телефон сюда давайте. Давайте телефон, я сказала. Нет. Давай телефон сюда. Сумку тоже давай. Помогите! Помогите! Телефон сюда. Помогите! Ну, испугалась, конечно. Помогите! У меня сработала защитная реакция, и я смогла убежать. Телефон сюда. Помогите! Я давно уже работаю проводником и знаю, как защититься от неадекватных мужчин. В любой непонятной ситуации надо бежать, а в экстренных ситуациях надо бить в морду. Меня чуть не обокрали. Ты, конечно же, понимаешь, что это были актеры? Понимаю. И что ситуации подстроены? Просто я очередной раз убедилась, что я вот мямлива. Где ты была мямлей? Расскажи, пожалуйста. Везде. Ты уже начала меняться. Как ты себя почувствовала, когда ты впервые отказала и сказала нет? Я почувствовала, что я считаю, что я все правильно сделала. Ты смогла отстоять свои границы. Но это же круто. Круто. В ходе эксперимента я поняла, что нужно быть жесткой, нужно уметь говорить нет. И нужно уметь постоять за себя и не позволять вытирать об тебя ноги. Не во всех ситуациях стоит помогать людям и не всегда нужно доверять людям. Мне жалко, что у меня раньше не было этого эксперимента. Моя жизнь бы сложилась бы совсем по-другому. Никому не дам теперь себе в обиду. И у тебя получилось. Я тебя поздравляю. Можно я вас обниму? Можно, конечно, можно. Когда я пришла на проект, в голове держала людей, которые меня обижали, обзывали. А теперь говорю, да пошли они все. Это новая ты, это новая ты, загрузи. Впереди внешнее преображение. А начнется оно с посещения кабинета стоматолога. Татьяна, у нее так называемые кленовидные дефекты. Это повреждение зубов в области десны. Одна из причин – это неправильное положение зубов, при котором рекомендуется ортодонтическое лечение. И еще одна из причин, которая может способствовать возникновению кленовидного дефекта – это неправильная чистка зубов. Если мы чистим горизонтальными движениями и жесткой щеткой, то вода камень точит и стирается эмаль в этих зонах. В рамках проекта Тане устранят дефекты с помощью пломб, а также сделают чистку и отбеливание зубов. Сразу после стоматолога Таню ждет встреча с косметологом проекта Юлии Чеботаревой, которая проведет любимую процедуру всех голливудских звезд. Татьяна, ей всего 33 года, но выглядит она гораздо старше. Почему? Потому что мягкие ткани лица при деформационном типе, что свойственно для славянок, с возрастом опускаются. И знаменитые славянские щечки яблочки превращаются, к сожалению, в брыльки. Тане сделают всего две процедуры за одно посещение, которое изменит ее до неузнаваемости. Это альтеротерапия в сочетании с уколами ботокса. Во всем мире эта процедура считается звездной процедурой. Все звезды Голливуда каждый год поддерживают тонус своей кожи при помощи альтеротерапии. Аппарат наносит серию точек микротермальных зон повреждений, очень маленьких, меньше миллиметра. И при заживлении этого микроповреждения вырабатывается новый коллаген. Таня, привет! Привет! Хочешь поготовить сегодня? Да. Мы сегодня научимся делать классическую домашнюю гранолу. Очень важно использовать именно орехи натуральные. Сегодня я буду использовать смесь орехов с клюквой и корицу. Пока ты будешь перемешивать, я возьму апельсиновый сок, мед. И не поверите, но возьмем небольшое количество растительного масла. Таня, расскажи, пожалуйста, а кем ты работаешь? Я проводником пассажирских вагонов. Обалдеть! А вот я, кстати, слышу такую вещь, что считается, типа, проводники, которые работают в купе, это более элитные проводники, и те, кто работают в пласткарте. Нет. Нет? Элитные проводники, это, наверное, скорее всего, которые в люксах. А, СВ, СВ, те самые. Нет, люкс я имею в виду, где в каждом купе душ, в каждом купе туалет. Вот это уже как бы... А бывало такое? Да, есть такие вагоны, да. Вип-вагоны называются. Ребят, я как бы завязывал лепать с аморетом. Мне рассказали, что тут есть, можно дыхать с душем. Так, и теперь это все сюда. И отправляем в духовку на температуру 150 градусов, где-то минут на 45, ну, максимум час. Нужно ее каждый раз, там, каждые 10-15 минут перемешивать. Гранала наша запеклась. Теперь нам осталось только самое важное – собрать наш будущий десерт. Уже хочется попробовать. Сейчас попробуешь. Очень вкусно. Да, полезно. Очень простой, чтобы и завтрак. Всем приятного аппетита. Пока. Это новая ты, это новая ты, загрузи. Ну, хочу быть женщиной вам. Ну, такая вот неуверенность все-таки еще присутствует. Неужели ты хочешь попросить Татьяну накрасить себя саму? Ты знаешь, я думаю, да. Есть такая категория преображений, когда девушку сложно узнать. Блин, какая я красотка. Это просто потрясающе. Это новая ты, это новая ты, загрузи. Я в себе не уверена. Я хочу стать уверенной в себе. Они всегда говорят, у тебя нет вкуса, ты не умеешь одеваться. Раздевайся, давай. Мне это не нравится, это пошло. Хочу другой. Евгений Жук, стилист по волосам. За 20 лет работы в сфере красоты он стал одним из лучших мастеров своего дела. Он работает не только с известными глянцевыми изданиями. Среди его клиентов Инги Борги Добкунайте, Виктория Боня и другие звезды, которые доверяют ему свой образ. Таня, здравствуй. Здравствуй, Женя. Расскажи мне, для тебя этот проект внес какие-то изменения? Да. По крайней мере, моя внутренняя перезагрузка уже произошла. Но мне дали понять, что не надо обращать внимание, кто бы как меня не называл, деревечиной или безвкусицей. Нужно просто послать этого человека, пускай называет, как хочет. Знаешь, я от себя добавлю, ты можешь даже не посылать, просто не обращай внимания. Это не должно присутствовать в твоей жизни. Да, в конце концов, я не 100-долларовая купюра, чтобы всем нравиться. Определенно. Плюс самое главное, ты должна сама по себе ощущать вот это комфортное состояние. Таня, у очень многих девушек есть, ну скажем так, образы других женщин, на которых хочется равняться или на которых хочется быть похожим. Расскажи мне. Конечно же, Ксения Бородина, наша ведущая. Для меня эта информация немаловажна. У тебя, кстати, за период нашего проекта не появились мысли о том, что, допустим, вообще сменить профессию? Ну, иногда возникают, до конца не решила. Ну, такая вот неуверенность все-таки еще присутствует. Я думаю, что тебе можно хотя бы на 50% избавиться от нее, быть более раскрепощенной и уверенной. У нас для этого есть специально обученный человек, который поможет... Ты говоришь про меня сейчас, привет. Да, по поводу уверенности любую может раскрепостить. Ты меня сейчас анонсировал как специалисту по раскрепощению. В том числе. Как интересно. Ты знаешь, я на самом деле... У меня есть опыт в раскрепощении относительно косметики. Могу им поделиться. Я чувствую такую неуверенность, знаешь, как у ребенка. Вот дети очень боятся одобрения взрослых, одобрения друзей, одобрения сверстников, в данном случае одобрения коллег. Да? Есть такая история? Да, есть. Чуть-чуть. Вот у меня дочери, когда было 5 лет, я ей давал вот огромный чемодан с косметикой, к ней приходили подружки. Я им разрешал делать абсолютно все, что они хотят. То есть это был просто сеанс раскрепощения. Они себя уродовали там этой косметикой страшно. Но они ничего не боялись, потому что они не боялись, что им скажут, что это плохо, ужасно. То есть неужели ты хочешь попросить Татьяну накрасить себя саму? Ты знаешь, я думаю, да. Причем таким образом, чтобы Таня абсолютно ничего не боялась. А можно сделать так одну сторону я, а другую сторону Юра мне накрасить ножей? Нет. Давай сделаешь полностью макияж. Ну, это же действительно круто. Ты сделаешь полностью такой яркий выразительный макияж, без ощущения того, что ты можешь делать как ты так. А может быть не яркий? Что ты сразу даешь? Я хочу максималочки. Ну, хочу быть женщиной вам, но в то же время не слишком ярко, чтобы все было. И уже подскочил. Давай, давай, я хочу, хочу. Ребята, я желаю вам удачи. Она вам нужна. Ты считаешь? А мне кажется, когда работают профессионалы, удача... А вот и посмотрим. Удача нужна всем, ибо не будет золотой середины. Юрий Столяров. Я ж делаю очень. Нужно. Тань, что хочу сразу тебе сказать. Если говорить про женщину вамп, вампа никакого, конечно же, не получилось. Но вообще, я считаю, что если ты делаешь акцент на губы, не нужно делать еще один акцент на глаза. А цвет помады ты выбрала очень красивый. Тань, посмотри на результат. О, здорово. Мне очень нравится. А ты понимаешь, что здесь просто гораздо чище лицо? Да. Здесь и моложе, и легче, и нет лишнего акцента. Мне очень нравится. Придется нам смыть эту красоту, потому что сейчас мы будем делать финальный макияж. Очень скоро ты окажешься на подиуме, и это последние штрихи, последнее приготовление перед твоим грандиозным финалом. Готова? Готова. Волнуешься? Немного. Да перестань. Ну, Татьяна, ты прекрасна. Коллеги, это просто потрясающе. Я, конечно, был потрясен, потому что, ну, передо мной появился совершенно новый человек. Такой человек, которого я не предполагал увидеть. Есть такая категория преображений, когда девушку сложно узнать. Вот это именно то преображение. Тань, пообещай мне, что когда ты посмотришь в зеркало, ты нам поверишь, что там ты. Да, обещаю. Да? Ты готова? Готова. Раз, два, три! А это точно я! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Данюша, очень такая вся. Держи, это тебе. Красавица. Ну, покажи. Вот это. Не ожидала, что она будет темненькой. Красавица моя сестра, красивая очень. Она от природы всегда красивая была. Раз, два, три! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вдруг из зеркала на нее посмотрела такая женщина, совершенно удивительная. А это точно я. Ты? У меня просто слов нет. Ну, придется их подобрать, Тань. Сосредоточься. Дин, какая я красотка. Валдеть. Спасибо, Женя. Спасибо, Юра. Спасибо вам. Потрясающе. Танюш, я просто не узнаю тебя. Ты так преобразилась. Спасибо вам большое. У меня причастка, как у Ксюши, выродила. Женя, спасибо. Ты та, кто ты есть. И ты, правда, достойна того в жизни, чего ты, о чем ты сама даже не подозреваешь. Просто посмотри внимательно. Скажи, пожалуйста, ты видела таких проводниц в поезде Сапсан? Честно. Нет. И я никогда не видела таких проводниц в поезде Сапсан. Они милые, приятные, прекрасные девушки. Но вот таких девушек, как ты, я видел в вагонах бизнес-класса этого поезда, которые следовали Москва-Санкт-Петербург по важным делам. Честно, мне кажется, тебе, может быть, стоит пересмотреть свои мечты. И, может быть, не ты недостойна поезда Сапсана. Поезд Сапсан недостоин тебя. Возможно. И у нее теперь есть возможность сравнивать себя не с другими людьми, а вот с этим образом. С тем человеком, который, ну, настоящий, живой, из плоти и крови, это она сама. Я никогда не думала, что я могу быть такой красивой. Я никогда не ожидала вообще. Я теперь буду требовать к себе достойного отношения и буду знать себе цену. Потому что я женщина вам. Я шикарная женщина. Ты красивая девушка. Ты не деревенщина. Чтобы ты была уверена в себе и понимала, что у тебя все есть. Нет, я не деревенщина. Я голливудская звезда. Дальше ты продолжила сама. Я теперь знаю, что мной будут восхищаться, и никто не посмеет меня деревенщиной назвать. Таня, кстати, это тот человек, который называл тебя деревенщиной? Ты знаешь, а с другой стороны, вот если бы тетя Катя не назвала деревенщиной Таню, то Таня бы не оказалась ни перезагрузки. И, может быть, не сделал бы очень важный в ее жизни шаг. Я бы хотела поблагодарить всю команду перезагрузки за все, что вы за все это время для меня сделали. Спасибо тебе, Женя, что создал для меня образ Ксюши Бородиной. Я очень хотела образ, как у нее. Спасибо тебе огромное. Владимир, спасибо за эксперимент. Спасибо вам огромное. Спасибо. Можно я вас облину? Можно. Ну, подержи. Давай. Спасибо. Все, удачи. Держи спину. Спину. Подожди, она сейчас привыкнет, что не декольте. Все будет хорошо. Мало быть в поезде. Нужно еще обязательно, чтобы поезд остановился, и нужно выйти из вагона. И вот она вышла из вагона и вышла совершенно другим человеком. Я считаю, что меня перезагрузили конкретно и внешне, и внутренне. Вот сейчас сразу после перезагрузки еду в поезде Сапсан. И, возможно, в скором времени я сама буду работать на борту этого поезда. Неужели, что было раньше? Отпусти. Новая мечта. Новая судьба. Только впереди. Только впереди. Перезагрузи. Переперепереперезагрузи. Не жили смелее, все с нуля начни. Новая мечта. Новая судьба. Это новая ты. Это новая ты. Загрузи. В моей жизни одна сплошная большая штука. Если опустились руки и нет сил, чтобы подняться. Я все протяжение жизни не имела поддержки. Я плохая, я не справлюсь, я не смогу. Когда я просила о помощи близких, они мне отказали. Близкие отвернулись, и кажется, что ты никогда не будешь счастлива. Для того, чтобы быть счастливой, я хочу, чтобы тот в меня поверил. Эксперты перезагрузки придут на помощь и подарят рецепт счастья. Воскресенье в 11 утра на ТНТ.